Друзья, всем привет! Сегодня речь пойдет о замерзшем блоке управления двигателем. Надеюсь, это видео будет полезным и кому-то поможет решить проблему со своим автомобилем. Итак, у нас автомобиль Lada Priora, с которым, в принципе, не было таких проблем, чтобы автомобиль не заводился или автомобиль долго заводился. Но вот наступили более или менее сильные морозы, и с автомобилем начались проблемы. Автомобиль перестал заводиться совсем. Загнали его в теплый гараж и оставили так до утра. Утром, к слову сказать, автомобиль завелся без проблем. Проверили практически все системы автомобиля, все было в норме. То есть никаких признаков того, что автомобиль не должен заводиться. И таким образом владелец забрал автомобиль и спокойно на нем уехал, и целый день он ездил, и никаких проблем с этим не было. Но на следующее утро автомобиль также не завелся. Автомобиль уже трогать не стали, и решили просто-напросто проверить сам блок управления двигателем. Ну, мало ли, вдруг какие-то контакты внутри окислились и так далее. В гараже разобрали блок, посмотрели, в принципе, визуально с ним было все нормально. Нигде никаких окислений не было. И здесь далее очень интересная деталь, на которую мы сразу не обратили внимания. Мы поставили на место блок управления, и, что самое интересное, автомобиль спокойно завелся. В общем, друзья, ввиду долгих манипуляций и проверок, мы пришли к выводу, что все-таки замерзает блок управления двигателем. То есть при низких температурах он перестает работать как положено. Мы обратились к знакомому, который занимается как раз-таки блоками управления двигателем. Описали проблему, и что самое интересное, он даже не удивился. По его словам, это, в принципе, распространенная проблема. И он рассказывал, что даже не снимая блок управления, люди грели просто феном блок управления, и автомобиль спокойно заводился. И, в общем, мы состыковали своего знакомого с владельцем Priora, и они уже решили этот вопрос с заменой блока управления двигателем. Друзья, я сам столкнулся с таким, честно говоря, впервые. Для меня это тоже интересный опыт, и я думаю, вам это тоже будет интересно. Но если конкретно у кого-то такая же проблема, попробуйте снять блок управления, например, занести домой, потом поставить его снова в автомобиль. Так что, друзья, и такое, оказывается, тоже бывает. На этом у меня все, друзья. Если это видео вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем добра, всем пока.